В нашей стране миллионы людей ежегодно нуждаются в переливании крови. Донорскую кровь используют во время сложных операций, аварий, пожаров, при лечении онкологических и других заболеваний. Для того, чтобы была возможность своевременно помочь людям, нуждающимся в крови и препаратах на ее основе, в центре переливания всегда должен быть ее запас. Сегодня на Брестской областной станции переливания крови нехватки нет. Но даже несмотря на это, люди продолжают ее сдавать, ведь много крови не бывает. В этом лично убедился и глава московской администрации Александр Прадун, посетив станцию и ознакомившись с материально-технической базой учреждения. Запасы крови и плазмы есть. Это главное. В Брестской области насчитывается более 13 тысяч доноров. Из них практически половина находится на нашей станции переливания крови, Брестская областная, потому как новый крупный населенный центр. Кровь сдают до 21 апреля прошлого года. Когда у нас на повестке дня было безвозмездное донорство, у нас были определенные планки доведены. Мы первые лидировали в республике. У нас было по области 42% безвозмездного донорства. Люди приходят, сдают кровь. Запасы у нас достаточные. Если нам вдруг какая-то группа более востребована, и у нас ее выбирают, мы тогда активно вызываем доноров, приглашаем их по телефону, чтобы они приехали. Но вот в эту акцию, которая объявлена по всей республике, в том числе у нас на станции, она идет с 22 мая по 14 июня, в Беларусь и совместно с колледжем акция проводится. На данный момент у нас 150 человек первичных доноров. И это очень радует. То есть база доноров пополнилась, потому что доноры одни уходят уже по возрасту или по какому-то состоянию здоровье. Другие должны, процесс должен быть постоянным, динамичным и обновляться. Поэтому очень радует, что первичных доноров достаточно много. Вот благодаря этой акции. 450 мл крови мало для донора, но так много для пациента, который в ней нуждается. Во многих случаях это спасает человеческую жизнь. Миллионы людей в мире обязаны своей жизнью донорам крови, которых вовсе не знают и никогда не видели. По статистике, каждый третий пациент, поступающий в стационар на лечение, нуждается в переливании крови и ее компонентов. Сдать кровь и не остаться в стороне чужих проблем решил и глава московской администрации Александр Прадун, который полностью прошел все этапы, а это сдача крови из пальца, чтобы выявить группу крови, посещение терапевта. Ну а после незамедлительно отправился на сдачу крови. Он все-таки решил для себя, что надо сделать доброе дело. Действительно есть люди, которым необходима кровь, ее компоненты, таким образом оказать посильную помощь. Я знаю, что все белорусы, не только жители московского района города Бреста, первого региона, это одна нация, один народ, поэтому должны помогать друг другу. И поэтому я считаю, что это хорошее, доброе дело. Все-таки есть возможность и шанс облегчить жизнь и поддержать некоторых людей. И пришло к такому выводу, что надо тоже в этом мероприятии поучаствовать. В год качества Александр Прадун сделал также акцент на то, что сегодня сотрудники Брестской областной станции переливания крови не только качественно выполняют свою работу, но и делают все, чтобы пребывание доноров здесь было комфортным. Есть динамика, то есть мы видим, что начиная с входной группы, это очень важно, первое впечатление, когда ты попадаешь в медучреждение, то есть действительно должно быть соответствующее, создавать определенную атмосферу. Видно о том, что руководство на месте знает, куда двигаться, есть определенный план. Мы всегда понимаем, что мы не живем в то время, когда у нас неограниченный бюджет, и мы можем одномоментно заменить, сделать, обновить соответственно оборудование медицинское, но мы видим, что есть определенный уже план работ. Первые шаги сделаны, действительно сегодня здесь у нас современное оборудование, современные холодильные камеры, то есть мы и самое главное, что здесь высококвалифицированные специалисты, это немаловажно, я убедился, в действительности, что люди опытные, они знают свое дело, живут этим делом, очень ответственные, и наша задача, конечно же, максимально их поддержать. Ну а то, что, скажем так, двигаться вперед надо по улучшению техбазы, в том числе и по ремонтной части, здесь расставлены приоритеты, и в принципе есть понимание, как идти двигаться дальше. Анастасия Милишкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимантович, Новости Бреста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...